Согласие Отца и Бога Богов Она прибиралась там, приносила свежие цветы, угощения и чистую воду. Все это время Шива пребывал в медитативном созерцании и не прикасался ни к угощениям, ни к воде. Никто не имел доступа к Шиве, кроме Парвати и богов, которые изредка тайно появлялись в пещере, желая поклониться владыке, а заодно и проверить успехи Парвати. Но успехов пока не было. Шива оставался неподвижным и бесчувственным. Как-то в пещере возник божественный мудрец Нарада, известный своей хитроумностью. После того, как Нарада поклонился Шиве, который более напоминал каменное извояние, чем живого бога, Парвати с подругами оказали ему все положенные почести, и тогда Нарада сказал девушке. «Тебе следует омывать его тело. На благо мира он пребывает в созерцании очень долгое время. Ты должна заботиться о нем». Щеки Парвати вспыхнули смущенным румянцем. Подруги лукаво переглянулись и захихикали прикасаться к совершенному телу возлюбленного каждый день. «Это ли не начало сбывающейся мечты?» «Мы сейчас принесем чистой воды и полотенце для этого», — воскликнула Виджая, и девушки выбежали из пещеры. Взгляд Парвати застыл на возлюбленном. Голова ее пылала, а сердце, казалось, вот-вот вылетит из груди. А вдруг он откроет глаза. В ужасе думал о Парвати. От желания близости с любимым и панического страха перед его непредсказуемой волей темнело в глазах. Парвати смогла взять себя в руки только когда услышала возбужденное щебетание подруг в пещере. Они принесли воду и приготовили все для омовения Бога. «Теперь они наперебой побуждали царевну приняться за дело?» Парвати огляделась в поисках народа, надеясь на его поддержку, но того в пещере давно уже не было. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok